Родители магаданских школьников обратились в городскую общественную палату с просьбой проверить организацию питания детей. В основном жалобы касались составления меню, скудного ассортимента блюд и несоблюдения температурного режима при их подаче. Мониторинг активисты провели на этой неделе. Оказалось, что с большей частью претензий согласны и заведующие производством школьных столовых. Меню нужно сбалансировать. Его, во-первых, нужно сбалансировать. Убрать эти в один день, где идут там утром в вареники, в обед пельмени. Вообще, как бы пельмени на обед, это и вареники на обед. Ну, как бы, я считаю неправильно. Это раз, это как бы блюдо для завтрака. Потом, допустим, убрать там повторяющиеся, допустим, как у нас есть дни, допустим, там по меню идет салат витаминный, то бишь он с капустой. Потом идет щи идут или суп овощной, уже точно не помню, ну что-то такое. И голубцы ленивые, тоже капуста. Ну, как бы в один обед столько капусты тоже как-то неправильно. Меню надо продумать. Если бы мы сами составляли меню, конечно, все равно как-то бы чередовалось, оно бы не шло. А как у нас идет, там, допустим, картошка, картошка, потом капуста, капуста, как бы тоже. Одной картошкой дети тоже питаться не могут, и одной капустой. Как-то круп мало, допустим, той же гречки, хотя она полезная, того же риса, там, ну, как бы все равно. Ну, надо бы как-то вот сбалансировать и крупу, и... потому что одни углеводы тоже есть не нужно. Что будет в меню, решают в департаменте образования. Его составляют на 20 дней. Одинаковое для всех школ города. По мнению общественников, внести изменения в план питания не так уж и сложно, тем более, что это не потребует финансовых затрат. Но и расширить ассортимент тоже необходимо. Так, в рацион обязательно нужно добавить каши и рыбу, в частности, местную горбушу и кету. Для того, чтобы решить эту задачу, нужно заключить соответствующие договоры с местными рыбопромышленными предприятиями. Еще один вопрос, который просили поднять родители, почему бесплатное горячее питание нельзя предоставлять всем учащимся. Этот момент прокомментировала первый заместитель председателя Магаданской областной думы Виктория Голубева. Нам на будущее, конечно, очень бы хотелось, чтобы такая практика со временем была распространена на всех детей от 5-го и до 11-го класса. Почему? Потому что сейчас встречаем случаи, когда, особенно в многодетных семьях, дети с разных параллелей приходят домой, безусловно, делятся своими впечатлениями о том, как прошел сегодня учебный день, когда видишь, что сестренка, которая учится в 4-м классе, у нее там такое обширное питание, и яблоки, и йогурт, и так далее давали. Трудно порой ребенку объяснить, что это исключительный случай, что дети 1-го и 4-го класса у нас питаются по федеральному бюджету. Но, тем не менее, с учетом того, что у нас каждый год происходят какие-то положительные изменения, я не просто надеюсь, а уверена в том, что рано или поздно мы придем тоже к тому, что у нас будет наверняка бесплатное горячее питание для всех, учащихся с 1-го по 11-го класса. По крайней мере, такая практика обязательно должна быть. Кроме прочего, внимание членов общественной палаты привлекла и организация работы сотрудников столовых. Не будем называть учреждения, где работники столовых нарушают требования Санкина. То есть не накрывают хлеб, ходят в уличной обуви, ну то есть я не скажу, что их много, но тем не менее они существуют. Пользуются телефонами, украшениями. Это опять грубейшее нарушение Санкина. Некоторые работники не знают сами требования Санкина, хотя это для них основополагающий нормативный документ. Есть вопросы в отношении, мы были в 4-й школе, там проблема стоит более остро. То есть до сих пор они смогли смонтировать все оборудование, которое получили в рамках аудиторинга, по той простой причине, не выполнен ремонт. И на сегодняшний момент проектной документации на ремонт еще нет. Проект готовит наш техконтроль при мэрии, но там нет специалистов. Еще один из важных моментов, который мы обнаружили, это очень низкая заработная плата работников. Все повара работают полторы, две, две с половиной ставки. То есть если в штате 5 человек, работают двое, мы понимаем, чему это может привести. То есть 2 человека не в состоянии вытянуть этот объем. Но работать замрот, если человек, повар в частности, работает на две ставки, у него заработная плата 42 тысячи. Это очень низкая заработная плата. То есть мы будем выходить на департамент, будем обращаться к губернатору, чтобы за счет какого-то финансирования, может за счет небюджетных фондов или еще повысить заработную плату, люди не будут работать. Активисты посетили 9 школ. В ближайшее время они подведут итоги мониторинга, результаты и предложения передадут в департамент образования. Контролировать процесс их внедрения будет профильная комиссия. А в январе общественники планируют провести еще один рейд. О том, будут ли изменения, мы расскажем в одном из выпусков новостей. Олеся Хитагурова, Руслан Пушкарев. Специально для Карибу.